По поводу блюда Даши, ну что вы хотите сказать, хотите, чтобы я сказала, как на самом деле было? Давайте. Единственная участница, которая вместо того, чтобы готовить на самом деле, абсолютно забыла про всю готовку. Я стояла, жарила грибы, окей, вообще без проблем, но ни разу не подошла, не проверила, абсолютно не было никакого интереса к этому блюду, хотя это было любимое блюдо моего брата, окей, если она забыла действительно в рамках разговора с нами, хорошо, но на контрасте с двумя девушками, которые действительно хотели еще сготовить что-то, чтобы понравилось бы моему брату, она этого не делала, абсолютно, она предоставила это мне и моей маме. Я не была, кстати, на концерте, поэтому я не знаю, была ли там Даша. А, да, кстати, вот спасибо, что вы напомнили, как мне слова, что она сказала, что Вика аксессуар для мужчин. Вот, ребят, скажите, пожалуйста, человек, которому вы говорите абсолютно искренний, добрый, замечательный, разве он скажет о девушке, с которой провел два месяца в одном доме, улыбался ей в лицо и пытается показаться всем такой доброй, что она аксессуар для мужчин. Я ни про кого из девушек такого не сказала, потому что это является абсолютно необоснованным мнением. Это просто оскорбление человека. И для меня вот эти слова, которые я тоже услышала сегодня, потому что, естественно, мы не слышали, что девочки говорили за кадром, были шоком, но опять же подтверждением тому, что я чувствовала в человеке. Что там вы хотите сказать, поседания их сделали Вика и Галя. Знакомы с Кусюшей Дели? Да, я познакомилась с ней давно, но мы не дружим. Вы знаете, это очень странно, но иногда это на английском, иногда на русском. Иногда бывают сны на английском, иногда бывает на русском. Какие люди, какие насчет Даши не видят очевидного? Ну, у каждого свое мнение. Я уважаю мнение, отличное от моего, если оно высказано в более уважительной форме, потому что в этом ничего нет такого, у каждого есть свое мнение, и я высказывала только свое мнение. Только в моем случае я хотела его подтвердить доводами, потому что мне это было важно. Мне было важно, чтобы мой брат сделал правильный выбор. Все ведут себя по-разному в стрессовых ситуациях. Да, все ведут себя по-разному. Но если человек искренний, даже в стрессовой ситуации, он будет искренним. Почему все говорят, что там все по сценарию? Ну, все вообще много чего говорят. Я знаю точно, что никакого сценария не было. И я знаю, что единственное, почему мой брат согласился на этот проект, это то, что он хотел сделать его по-настоящему другим, искренним, и найти человека, с которым бы у него состоялся настоящий союз. Капец, ты про Вику почему-то ничего плохого не говоришь. Все люди разные. Егор, когда рядом с Дашей, он расцветает, у него глаза горят. Все, что могу сказать, это вот мне же с выражением лица. Я, честно, ребят, возможно, как было это в эфире, у него горели глаза. Но все, что я видела даже на протяжении всех сериях, это сомнение моего брата по поводу этого человека. Сомнение в его искренности. Это то, что я видела, а не то, что у него горящие глаза, и он очень сильно влюблен и хочет быть именно с этой девушкой. Почему все так на меня набросились? Ну, просто потому, что никто не любит людей с отличным от себя мнением. Я не знаю, кого выбрал мой брат, и я, честно говоря, мне просто грустно, что это не Аля. Мне просто грустно, что это не совпало с моим мнением. Вот. Потому что она мне больше всего понравилась. Про вкус музыки. И, кстати, это первый такой вопрос, который как раз навел меня, навел сомнение. Для меня это как раз вопрос музыки. Потому что, опять же, если ты что-то любишь, ты стремишься это слушать или куда-то ходить, слушать это. Поэтому для меня это было, конечно, странно. И особенно, кстати, реакция моего брата, который, зная Дашу на протяжении двух месяцев, не знал вообще ничего об ее увлечениях джазом. Но только по Дашу, как по личности, это прошло с негативом. Опять же, ребят, мне интересно, что вы замечаете только негативное, что о ней сказала. Были сказаны и позитивные вещи. Я сказала, что для... Наверное, если я уберу свое мнение, то по многим качествам и для шоу-бизнеса она действительно подходит. И действительно, она знает, как себя вести, знает, как себя держать. И она хотела искренне нам понравиться. Но, если честно, я бы просто хотела видеть настоящую ее, а не желание нам понравиться. Вот и все. Настя Смирнова. Ребят, честно говоря, я очень давно видела эпизоды с ней, и поэтому особого мнения никакого не имею. Она ревновала. Ну, другие девушки тоже ревновали, просто не все постоянно об этом говорили. Не знаю, что Вика ревновала, мне кажется, она тоже об этом говорила в каком-то эпизоде, просто это не было так часто. Настя Смирнова, опять же. Ребята, я правда, я очень давно не видела с ней серии, поэтому не знаю, не могу составить никакого мнения о ней. Я ее лично не встречала. А то, что показывают, опять же, в эпизодах, это такая часть того, что на самом деле там происходило, и я абсолютно не могу создать мнение, не видя и не зная человека, не знакомясь с ним. Если Егор выберет Дашу, ну, значит, это его выбор, опять же, ребят. По словам Тани, ребят, ну, слова Тани я не буду комментировать. Ну, я, во-первых, просто, конечно, здорово, что она сделала полностью свой инстаграм на том, что она смотрит выпуски с холстяком и делает видеообзоры. как будто бы она действительно знает какие-то факты. это сложно. Это сложно, чтобы идти между двумя языками. Это довольно тяжело, и некоторые дни уже более тяжелые, чем другие, и даже сейчас сложно вернуться к английскому, потому что я говорю русский очень много сейчас. Кажется, что я немного категорична к Даше, все хотят понравиться, все стараются быть лучше, чем они есть. Да, я согласна с вами, все стараются быть лучше, чем они есть, это человеческая природа, мы все хотим понравиться, мы все хотим, чтобы все считали, что мы хорошие, но есть разница между просто желанием понравиться и сфабрикованными фактами о себе. И впоследствии, ребят, я уже не доверяла этим фактам, впоследствии я действительно поняла, насколько эти вещи сказанные расходились с действительностью. Поэтому именно это как раз мне не понравилось. Одно дело — это желание понравиться, другое дело — быть абсолютно неискренним в тех вещах, которые ты рассказываешь о себе. Так, отвечаю вам наконец-то. Егор должен давать концерт в Волгограде, билетов не осталось, где купить? Ребят, честно, не знаю. Попытайтесь посмотреть, я не знаю, есть ли в России ticket master, то есть какие-то перекупщики, можно позвонить. Вам тоже всего доброго, кто там пишет, догадывайте. Можно попытаться позвонить в то место, где будет проходить концерт и узнать, есть ли у них билеты. Это, наверное, самое лучшее. Не вижу, общалась после проекта или до проекта, я не знаю, что вы спросили. Но до проекта я вообще, мы ничего не знали о девочках вообще, ни имени, ничего вообще о них. Егор только поделился с нами тем, что у него действительно есть сомнения по поводу девушек, и он хочет, чтобы мы постарались понять, какие они на самом деле. И он доверял тому, что нам со стороны будет виднее, чем...